в эфире. Сейчас ждём, когда к нам присоединятся подписчики и начнём вещать. И давайте заодно начнём провиять. Сейчас, пока-пока ещё ждём, когда у нас появятся первые зрители. И вот они с нами. Друзья, дорогие лидеры и консультанты, всем добрый день. Мы в прямом эфире. Сегодня разговариваем про нашу новинку про ГУМИН с Александром Эдигером. И, пожалуйста, дайте нам знать, хорошо ли слышно, ставьте плюсики в комментариях. И давайте одновременно с этим пробовать звук. Нам крайне нужны ваши плюсики, потому что нам нужно понять, на какой интенсивности Бель Канто должно выходить в эфир. Я про себя, конечно, всё говорю. Про моё личное Бель Канто. Да, друзья, пожалуйста, дайте нам знать, хорошо ли слышно Александра. Если не очень, я буду форсировать. Ставят плюсики, вроде бы слышно нас. Роскошно. Ну, тогда, пожалуй, начнём. Друзья мои, день добрый. Сегодня одна из, я бы сказал, почти эзотерических тем. В смысле, мистики наиболее чем достаточно. Потому что, когда мы говорим о прогумине, о комплексе гуминовых кислот, который сейчас выходит, является абсолютно новым продуктом для Фаберлика, то это продукт во многом по-настоящему странный. Сейчас, извините, секунду, перебьют. Пишу, что не очень хорошо слышно. Друзья, вот в основном стоят плюсики, поэтому, кому слышно не очень, попробуйте, может быть, подкрутить звук на телефоне. Может быть, у вас просто выведен не на максимум. Да, совершенно согласен. Потому что я стараюсь как могу. Итак, у нас же с вами масса концепций. У нас есть удивительно хорошо изученные ингредиенты, которые мы смешиваем. У нас есть ингредиенты с историей невероятной, чуть ли не в Коране появляются. У нас есть, в конце концов, невероятный хай-тек последнего времени, который мы иногда примешиваем к ингредиентам. В итоге мы с вами развлекаемся в хорошем смысле высоким креативом. Зачем? Потому что мы все должны достигать никаких целей. Тема с гуминовыми кислотами – это нечто совершенно другое. Это подход, который попахивает немножко бабой-ягой, немножко попахивает ступой, там, правда, она в ней летала, а надо в ней что-то там толочь, по-моему. Нет, летала тоже. Летала тоже, замечательно. Итак, у нас источники этого всего – это торф и иногда продукты перегонки угля. Но, в основном, торф. Ну, что с этим делать? Ну, с ума сойти? Это 40% территории Европы в пересчете на болото. Кошмар просто какой-то. И давайте сейчас уже сильно ближе к этой тематике. Торф – это ведь плоды перегонки, перегонки природной, природной переработки, огромной биомассы. Я вам больше скажу. Когда сейчас попытались померить количество углерода, органического углерода, который находится во всем, что живет на поверхности Земли, бегает, цветет, плавает и так далее, и сопоставили с тем, что находится в торфе, то выяснилось, что эти цифры близкие, например, 6 умноженное на 10 в 11 степени тон. Это получается, что торфа, ну, торф – это как бы следы, причем следы как химические, так и информационные, невероятного количества лет. Причем не только свеженький торф, которому 40-50 лет, но некие пласты, из которых потом вышли некоторые интересные осадочные породы. Теперь давайте все-таки агуменовых кислот. Я где-то примерно полгода тому назад влез в некие химические, в некие химические большие энциклопедии. У меня потом начался истерический смех, уже то, что я там прочитал, выяснилось, что в гуменовых кислотах содержится масса вещей, имеющих никакого отношения к кислотам. И тем не менее, сама по себе субстанция, очень интересная субстанция, это несколько тысяч органических веществ, некоторые из которых я, тем не менее, попытаюсь обозначить. Ну, в общем, с того, что эта субстанция крайне интересно растворяется в щелочах, почти не растворяется в кислотах. Если добавить туда некие, скажем так, сильные кислоты, получается некая аморфная масса. Уже интересно. Там есть катехины, там есть флавоноиды, там есть масса аминокислот, обломков бывших белков неких. Там есть, конечно, витамины, причем витамины интересные, которые, как бы сказать, ну, совершенно неожиданные для такого субстрата. Там есть масса органических кислот разной длины молекул. Коллеги, ну и что нам с этим совсем делать? Рассказываю, что нам совсем с этим делать. Во-первых, это все находится в сочетании достаточно плотной супрамолекулярной надхимической связи. И это вещество, или эти вещества, надо было просто, конечно, смотреть с точки зрения биологической активности. Тут мы, конечно, проэксплуатировали интереснейшие народные вещи, потому что из торфа. Ох, какие зелья вытворяли наши старики. Те же самые знахари, те же шаманы. И там было как наружное применение, как применение в виде курений, как применение в виде того, что близко было бы к лосьону, так и применение внутрь. И главное, зачем? Вот давайте нарисуем себе портрет крайний случай, которому нужны гуминовые кислоты. Это человек, это существо, которое долго и страшно чем-то болело. И чахотка, и антонов огонь, это мы сейчас говорим огромными терминами. Это существо, которое плохо и долго питалось. Это существо, которое каким-то образом это по середине 19 века где-то путешествовало, это, условно говоря, беглец с каторги. Такое тоже вполне возможно. То есть, что теперь с точки зрения того, что какие задачи стали бы для применения тех же гуминовых кислот? Это, безусловно, иммуномодуляция. Это немедленный всплеск, удар по иммунитету с точки зрения его повышения без возможности его истощения. Это восстановление гормональных резервов. Это заживление ран. Это заживление хронических воспалительных процессов. Язвенных, некротических, эрозивных. Это в первую очередь, то есть, в данном случае мы говорим о некой триаде, в которой главным, по-видимому, является, даже не по-видимому, а уже совершенно очевидно, это тот самый бустерный иммунотропный эффект, то есть восстановление иммунитета после неких тяжело истощающих иммунитет процессов. Сразу говоримся о возрастной группе. Да, наверное, лет с 14, не раньше, потому что эффект гуминовых кислот, он затрагивает слишком, он затрагивает уже организм, в котором уже произошли, назовем это так, произошли и устоялись гормональные, нейрогуморальные, нейрогормональные и ферментативные каскады. То есть, я не стал бы испытывать на прочность организм подростка и организм в предпубертате. Второй момент. С чем это можно сочетать? А вот сочетать это можно, по-видимому, почти совсем. В первую очередь, я предложил бы это, конечно, антиоксиданты всех видов и мастей. Это витамины, опять же, всех видов и мастей. Просто потому, что гуминовые кислоты нам нужны внутри иммунотропной, иммуновосстанавливающей парадигмы, которая не всегда нами легко соблюдается, иногда из-за недоступности ингредиентов. Иногда просто потому, что у нас не хватает решимости это сделать, понимаете? Для меня, например, прием прогумина, это был такой акт моего собственного врачебного и гражданского мурса, потому что мне нужно было понять, что я получаю в итоге. Теперь два слова крайне важных. Мы получаем, когда применяем гуминовые кислоты, мы получаем не только набор, я сейчас буду говорить вещи, за которые могу быть объявлен геретиком, химиками, биохимиками, там, все какие-то такие. Есть кому, всегда есть кому объявлен геретиком. Мы получаем не только комбинацию ингредиентов, мы получаем интереснейший набор расположения этих ингредиентов в пространстве, так называемые супрамолекулярные структуры, которые в итоге формируют еще и информационные структуры. Один замечательный ученый, с которым я имел счастье видеться, говорит, что иногда, когда он пьет некое производное торфа, у него ощущение, что он касается папоротника, которому лет 200. Лист папоротника или слоевище папоротника. Ну хорошо, это его ощущение, это его поэзия. Теперь давайте про наш продукт. Про гумин. Это имеет в составе всего на все три компонента, один из которых принципиально, это гуминовая кислота. Второе, это шунгитовая вода. Еще более интересная вещь, это вода, которая, я бы сказал, это вода с упорядоченной информационной структурой, в составе которой, когда ее делали, когда ее настаивали, условно говоря, на вот этих шунгитных камушках, создали интереснейшую, внутри этой воды всем плавают тени этих камушков, когда существенно говорю об информационно-энергетических структурах. И последнее, это сукцинат, это соли янтарной кислоты. Вот это то, что нам необходимо всегда. И более того, сейчас ни один серьезный невролог или кардиолог не исключит сукцинаты и янтарной кислоты из большого списка, который... Современная кардиология, современная неврология, это всегда большие списки, это никогда не монотерапия, и даже не два, и не три компонента. Сукцинаты крайне интересны. Была на них лет 20 назад была мода, она, к сожалению, ушла, но я, собственно говоря, по моде не живу и вам не советую. В данном случае сукцинаты и янтарная кислота нужна. Янтарная кислота невероятный антиоксидант. Итак, 30 мл нам нужно на прием 1 раз в день кубик, то есть 1 мл, разведенный в 200 мл воды или фруктового сока непринципиально, потому что углеводы, например, того же фруктового сока не впадают в какие-то паразитные связи и не занимаются инактивацией ингредиентов в гуминовой кислоте. Курс месяц, потом я настоятельно рекомендую 2 недели перерыва, потом нужно продолжать. Кому это нужно? Старшая возрастная группа, я думаю, практически все. Все, у кого случились хронические воспаления, собственно, они случились у той же старшей возрастной группы, я думаю, практически у 100%. Но, тем не менее, это хронические артриты, это хронические воскулиты, это проблемы, связанные с хроническими легочными процессами и любые процессы, которые привели к истощению унитета. Разумеется, мы говорим, не дай бог, гликулез, не дай бог салкоидоз, не дай бог масса других процессов. Итак, это хронические воспалительные процессы, хронические иммунодефициты. Многим ли это нужно? Невероятно много. Мы можем говорить примерно о 30% популяции, если говорить средневозрастной. То есть, вещь интересная. Давайте несколько слов на тему, ну, скажем, неидеального в этой ситуации, любят ли на Западе, или любят ли кроме нас, кто бы то ни было, гуминовые кислоты. Любят, и любят остро, и любят сильно. И невероятно мучаются исследованиями. Исследования выстроены по ужасным совершенно парадигмам и методикам. Я всегда смеюсь, когда вижу эти вещи. В данном случае мы с вами получаем очень сложный, комплексный природный продукт. И используем его в его готовом, природном, нетронутом виде. Все, что мы сделали, мы отделили гумин, и просто выделили достаточно простым способом гуминовые кислоты. На данный момент это все. Буду рад, во-первых, ответить на вопросы. Или, если Полина меня прервет, буду рад прерваться по мгновению руки. Да, смотрите, у нас пришли вопросы до эфира под постом. Их там не очень много, но они есть. Мы начнем с них. Друзья, все ваши вопросы мы тоже видим. На них ответим сразу же после того, как разберемся с теми, которые были присланы заранее. И Александр очень просит нас говорить погромче. С удовольствием. Попробую. Буду практически... Кричать. Ну, что-то в этом духе. Буду злобно... Злобно. Нет, давайте по-доброму. Давайте по-доброму. Подскажите, пожалуйста, можно ли принимать данную новинку людям пожилого возраста, если есть букет сопутствующих заболеваний? Спасибо. Я добросовестно ответил на ваш вопрос, его еще не получив. Потому что это группа номер один. И я вас уверяю, по крайней мере, из того, что я знаю, из тех, кто принимал гуминовые кислоты, их, разумеется, много десятков, эффект будет чувствоваться. После обострившейся панкреатиты обнаружены камушки в желчном пузыре. Начала принимать прогумин. Это мне не повредит. Принимаю дюспаталин и гринтерол. Это вам не повредит. Вам может повредить неправильное отношение кого бы то ни было, вас или вашего врача, к камушкам в желчном пузыре. Камушки могут быть безопасны, могут быть невероятно опасны. Особенно если камушек начнет проскакивать через шейку пузыря и уходить в так называемый общий желчный проток. Настоятельно рекомендую быть крайне осторожным и очень точно выяснить это у вашего хирурга. Хочется применять еще и пихтовид. Никаких проблем. В какой последовательности лучше применять препараты? В этой ситуации я, строго говоря, рекомендовал бы хотя бы неделю пить прогумин в неком режиме соло. Надо посмотреть на вашу реакцию. Я не имею ввиду реакцию к раздражению желудочно-кишечного тракта или нет. Я имею ввиду вообще некое общее состояние и состояние нервной системы в первую очередь. Поэтому, а в дальнейшем последовательность не принципиальна. Можно ли в камушках, опять же, камушки, вообще такое ощущение, что вы рассматриваете это как некую ювелирную категорию. Можно ли при камушках в желудочно применять гиполайт с новинками одновременно? Можно, безусловно. Но вновь к камушкам относитесь как хотите, но главное отношение вашего хирурга к камушкам. Изжога после прогумина. Насколько он мне нужен, есть ли такая реакция организма? Изжога, возможно, как у любого растительного, органического, нового входа в то, что мы с вами делаем. Мы об этом постоянно говорили. У нас были ситуации с изжогой после совершенно таких совершенно невинных и совершенно, я бы сказал, совершенно гасящих, по идее, изжогу продуктов такие же коктейли. При гастрите, зафагите можно ли принимать что-то из этих новинок? Если мы говорим о прогумине, надо, безусловно, пробовать. Более того, я совершенно не уверен, что могут быть какие-то проблемы, связанные с прогумином. По идее, просто их быть не может. Если какие-то возрастные ограничения для приема прогумина и пихтовита, мы с вами на эту тему поговорили, я настоято рекомендуюсь от 14 лет, даже, пожалуй, может быть, лет от 18. Но от 14, в принципе, уже может. В 14-ти года мы с вами получаем деток с вполне сформировавшимся, устойчивым, со всеми каскадами, которые уже готовы. и в первую очередь уже с достаточно хорошо устоявшимся, давайте об этом никогда не будем забывать, балансе слизистой микрофлоры, балансе желудочный сок и общежелудочное содержимое и слизистый желудок. Давайте никогда не забывать, что к этому моменту, если у малыша, малыш 14 лет, мы будем считать, что малыш. Если у него не сформировался разивно-язвенный гастрит, то есть, как предвестник язвы, то мы можем быть самим спокойным. Если он сформировался, то давайте заниматься его гастритом. Как сочетаются эти новинки с остальными нашими БАДами? С чем можно совмещать, с чем не рекомендуется? Друзья, сразу оговоримся, здесь у нас нет БАДов, у нас есть именно пищевые добавки. Это, ну, как бы несущественная разница на первый взгляд, но в любом случае она есть, пищевые добавки, они мягче, они аккуратнее воздействуют на организм, они не вызывают таких реакций, какие вызывают периодически БАДы. Вот Александр подробнее объяснит, да, но, в общем, именно пищевые добавки у нас. Еще раз говорю, то, что говорит Полина абсолютно точно, но это дело еще и в том, что пищевая добавка это компонент пищи, по-четски. Это означает, что говорить о каких-то тех самых раздражающих в первую очередь эффектах, эффектах, которые грубого вторжения в обмен веществ, которые могут привести к каким-то крайне желательным или вообще желательным посредствам, не приходится, поэтому сочетается легко и просто. Я буду рад получить еще вопросы. А они у нас есть. Можно ли прогумин пить утром натощак? Да, можно. Я рекомендовал бы все-таки достаточно быстро после приема прогумина начать еду, еду правильную, еду горячую. Просто спокойно принимайте, у вас не будет тех самых нежелательных реакций. Да, мы уже в принципе об этом упоминали, но все равно сюда спрашивают, пить курсами или на регулярной основе? Курс, непременно первый курс, это вот та самая 30-дозная упаковка, после нее 2 недели перерыва и вообще надо посмотреть, что будет. Друзья мои, я просто хотел бы сказать эту парадигму, чтобы она у нас была с вами для всего. Выпит курс, он может быть короткий 2-х недель, он может быть месячный, он может быть 2-х месячный. Вот после этого называется надо пропустить пыль и оценить вперед себя, когда вы несете соскаку на лошади, пропустите пыль, оцените, что произойдет, если несколько дней вы будете без этого продукта. Организму эти короткие перерывы, иногда перерывы не очень короткие, где-то 2 недели, может быть даже месяц, они необходимы. Потому что то, что мы с вами делаем, мы организму помогаем. Просто помогаем. Мы устраиваем иногда, иногда мы даже замещаем часть организменных функций, в первую очередь, ферментативных и пермональных. В этой связи у организма нужна реадаптация к некоему состоянию до продукта или без продукта. На самом деле любая ритмическая структура, курс, перерыв, это в существе модель нашего с вами потребления. мы никогда ничего в этой жизни не потребляем постоянно, пожизненно и стабильно. Мы всегда устраиваем по своей воле или не по своей воле, мы всегда устраиваем в себя некие перерывы. Продолжаем. Вот мы говорили о том, что можно добавлять в воду и в сок, да, про гумин, да, спрашивают, а можно ли в чай? Вы знаете, я все-таки не стал бы добавлять его в чай, потому что, просто потому что, не потому что там случится какое-то гиперрастворение или случаются какие-то химические реакции, я думаю, что это просто ни к чему. Хорошо, едем дальше. Был ковид в легкой форме и без пневмонии. Нужен ли прогумин? А вот это очень интересно, потому что я уже его благословение создателю прописал как раз ковидникам в легкой форме, в средней форме и в не очень легкой форме нужен. Да, спрашивают тоже про курсы, а сколько всего курсов нужно? Но мне кажется, здесь надо смотреть по состоянию, по своему. Да, надо смотреть по состоянию, потому что, понимаете, для нас прогумин это все-таки средство, давайте так, это средство со словом «да», то есть произошла болезнь или вступил человек, пациент в некое состояние, и вот тогда нужно прогумин, то есть речь не идет о каком-то там постоянном приеме. Еще нас спрашивают о том, что в одном миллилитре или там миллиграмме содержится 20 капель? Да, именно столько и содержится, все правильно. А после ковида в сложной форме поможет ли он вот это продолжение вопроса про ковидников? После ковидов в сложной форме нужна серьезная работа над организмом и одним только прогумином мы, конечно, ничего не решим. И вот там нужны комплексные вещи, которыми мы с Полиной уже заняты. Потому что мы эти вещи пишем, в локосоведии создателю, мы их еще и отдадим. Да, вы спрашиваете, можно ли беременным, нет, категорически нельзя, мы только что об этом говорили, что деткам, а плод, он тоже, в общем, ребенок, им прогумин до 14 лет минимум вообще нельзя. Лучше давать с 18. Да, и еще и добавок кормящим мамам тоже категорически никак, ни в коем случае, потому что набор из всех сотен компонентов, иногда сверхмикроскопических количествах, которые есть в гуминовых кислотах, если это выскочит в молоко, я не знаю, что будет. Можно ли добавлять в наш коктейль и пить? Ну, наверное, история та же, что с чаем, а зачем? Вообще, да, я не очень понимаю, зачем им ставить такой дикий поистине коктейль. Знаете, это уже был коктейль прямо поэкспериментальный. И ваша любимая тема, Александр, если камень 1,9 мм в желчном пузыре, можно ли употреблять прогумин? Его, безусловно, можно употреблять, только с таким камушком надо, еще раз говорю, припереть к стене, взяв за верхнюю пуговицу вашего хирурга и задать вопрос, что с этим камнем делать? Потому что, вы знаете, мы с вами еще забываем такую вещь, форма камня, состав камня, есть ли там шанс для него проскочить через шейку жесткого пузыря или нет? Нам, к сожалению, в некой прошлой жизни эти вопросы приходилось решать налево-направо и еще раз говорю, цена ошибки просто слишком высока. Как часто в течение года можно применять сколько курсов? Ну, мы уже сказали по поводу курсов, что смотрите по своему состоянию. Месячный курс сначала, потом пару недель сделайте перерыва. Дальше смотрите по реакции организма, по реакции, ну, вообще по вашему самочувствию, да, продолжать, не продолжать и в принципе длительность курсов вы можете определять сами от двух недель до месяца. Вот, с обязательным перерывом между ними. Так, я принимаю омега-3,6,9. Это будет замена или можно в паре с парагумином? Да и в коем случае не замена, более того, это продукты, которые, ну, совершенно, как бы сказать, они даже не параллельно идут в области биохимического своего значения, поэтому спокойно и великолепно принимайте омега-3,6,9. Никакой плохой интеракции с парагумином не будет, это только хорошо. Можно ли его применять при удаленном желчном пузыре возраст 62 года? Спасибо. Безусловно, без всяких проблем. А если высокое давление? Безусловно, без всяких проблем. Да, в случае мы с вами не говорим. Это у парагумина, я бы так сказал, скорее всего, вот потому что нам уже понятно, скорее всего мы получим то самое умягчение. категорически нечистый антигипертонизированный эффект. Но выравнивание будет? Выравнивание, некое вот это снижение вот этих ужасных свечек, которые случаются, которые, собственно, являются одной из главных причин, одной из главных проблем у гипертоников. Атопический дерматит, бронхиальная астма, можно ли прогумин и пихтовид? В обоих случаях необходима очень жесткая позиция вашего аллерголога. Потому что оба продукта связаны с иммуноглубулином, оба заболевания связаны с IgE, с иммуноглубулином и я. И в данном случае нужна очень точная точная клиническая оценка до того. Потому что о чем тут говорит? Это поле аллергии. А при подагре можно прогумин и пихтовиду? Пихтовиду без всяких проблем. С прогумином надо крепенько подумать. Вот почему. У меня есть невероятные случаи подагриков с высокой ночевой кислотой, с подагрическими тофусами, где прогумин, собственно, это одно из, например, панацея. Понимаете? То есть подагрик его применяет и прям, причем мы говорим сейчас, да, случилось в Европе, где очень жестко оцениваются клинические результаты в том числе. Это нечто потрясающее. Но у меня нет какого-то, я пока, знаете, у меня нет, что-то мне мешает пока говорить о том, что это показано при подагре как средство против подагра. Почему? Формально прогумин идет, ну, категорически не в сторону вот этих, не в сторону комплекса, который приводит к гиперрекемии, к превышению уровня урата в крови. При химиотерапии прогумин не будет нейтрализовать препараты химиотерапии? При химиотерапии никаких, в том числе и прогумина, ни о чем речь категорически нельзя, потому что задача химиотерапевтического набора, который дается, в чистом виде максимально попасть в первую очередь стволовой, нам этого сами ни к чему не будем экспериментировать. Извините. Тоже вы доспрашиваете, сколько капель из пипетки соответствуют одному миллиграмму, мы уже ответили 20 капель. Миллилитру. Ну, миллилитру, да, но спрашивают про миллиграммы. У моей знакомой идет отечность лица после употребления рыбьего жира, но при этом волосы выпадают. Я боюсь предлагать омегу-369, может у нее обманчивое впечатление. Обманчивое впечатление от чего, простите? Ваши знакомые, потому что вы рассказываете, я возьму сейчас и выставлю диагноз. Ну, выставлю. Только, пожалуйста, не судите меня строго за то, что я выставлю. Ваши знакомые крайне похожи на некий тяжелый дисгармоноз с яичниковым компонентом, например, склерокистос. Или же уже интересная история с напольщиками. Поэтому мы сейчас с вами речь не об омеге, речь о серьезном враче. о серьезном врачебном вмешательстве и дела. Да, запись эфира будет, не переживайте, мы все сохраним. Если Инстаграм не даст сбой, то да, все будет лежать, будет вас ждать, так что спокойно послушайте, когда вам будет удобно. Если надо повышенное давление, ну, про давление же мы уже отвечали, да, можно. Да, безусловно. И при низком давлении? И при низком давлении можно, просто при низком давлении вам надо разобраться. Знаете, что надо бояться при низком давлении? Потому что гипотоники это самое идеальное когорта, из которой идет рекрут гипертоников. Почти все такое устраивают. Поэтому с этим осторожны. Принимаю прогумент 5 дней, после приема 5-7 минут тошнота. Почему такое может быть? Это реакция на новое. Мы об этом всегда предупреждаемся, будем предупреждать. Я массу еще перепробовала из наших продуктов. Я часто устраивал себе эти самые это не всегда было приятно. Я в данном случае говорю первых нескольких приемах. Но это плата, которую мы платим за вход серьезных продуктов в наш шинцово. Нам пишут спасибо ваша информация ближнего действительности. Ну что ж, мы рады, спасибо вам большое, что мы совпадаем. Мы рады, что наши показания сходятся или кто-то подтвердил. Здорово. Да, скажите, друзья, у вас есть еще вопросы или нет? что в принципе все мы разобрали вроде бы. А, нет, вот сразу вопросик прилетел. Про гумина мумиё это одно и то же? Нет. Нет. мумиё это некий очень опытный продукт, исходный, очень сложный и там состав существенно более, во-первых, там есть сходство в составе по набору компонентов, но там совершенно другие пропорции, поэтому сейчас мы даже не будем на него касаться. Я был бы рад, но, блядь, у меня не хватает знаний, чтобы ответить максимально точно. Да, и так, друзья, если у вас еще есть вопросы в течение ну, пары минут, можете их задать, мы ответим. Если вопросов нет, если вам все понятно про продукт, про курсы, про возрастные ограничения, то мы были рады вам помочь. Ну, а пока, наверное, мы ждем, поздравим вас с Александром с наступающим 8 марта и длинными выходными, которые, возможно, у вас будут. у меня сегодня было чудесное утро. Я поздравлял прекрасных дам, у нас прекрасных дам немало, и поэтому они все были, все, кого я заслукал, были нами, мной, поздравлены. Я хочу поздравить всех прекрасных дам, которые были сегодня частью нашей замечательной аудитории. я хочу, чтобы вы были по-прежнему прекрасны, чтобы вы были по-прежнему добры к нам, в первую очередь, чтобы вы были дружелюбны, чтобы вы понимали, что то, что вы вытворяете в этой жизни, это интереснее, чем просто работа. Работа бывает разными. А тут вы не можете себе представить, что вы им донесете, какую вероятную пользу вы несете покупателем, клиентом. Извини, как хотите. Это чистое правило. Да, вот пока мы поздравляли, нас еще вопросики пришли. Спрашивают, где производится паргумин, в России производится. Можно ли применять его при тахикардии? Безусловно, потому что тахикардия это вообще, простите, ни о чем, но все-навсего, очищенные эритры, сердце, с которым надо разбираться. А при язвенном колите? А при язвенном колите ничего интересного применять нельзя, потому что надо разбираться с язвенным колитом. Язвенный колит это способ, это ситуация, при которой очень непростая формакотерапия и невероятно непростая диета. Но диета, чтобы мы просто понимали, она всегда будет вторичной, потому что в этой ситуации можно разбираться с самим, жестко разбираться с аутоиммунным процессом. Спрашивайте еще раз, сохранится ли эфир? Да, сохранится, если все будет нормальной технической стороной вопроса. Детям омегу можно ли со скольких лет употреблять? На самом деле по ней ограничений нет. Да, у нас есть детская продукция. Но у нас нет детской продукции, у нас нет ничего специализированного детского, просто обязательно это имейте в виду. И деткам до 14 лет можно давать только по полпорции. Но у нас есть, да, отдельный пост в ленте, мы об этом писали и периодически об этом рассказываем, что в принципе из наших продуктов деткам можно. Омегу можно. Лет с 3, примерно с 4 и можно начинать давать, но тоже аккуратненько и бережно. Не очень понятно, какое действие на организм оказывают гуминовые кислоты. Давайте, может быть, по пунктам коротко. По пунктам коротко и без длинных комментариев. Первый кремонтропный эффект это повышение истощенного по разным причинам иммунитета. Второе это антиоксидантный эффект с той же оперой. Есть еще ряд эффектов, которые я забыл упомянуть в прошлом уже не повторично. Это антитоксический эффект. Если есть хронические индексификации, профессиональные заболевания, жизнь в центре города, то куминовые кислоты невероятно эффективно связывают иванотяжелых металлов, массу коллоидных соединений, массу плохой органики. Вот основные элементы, которые я сказал сейчас. Кроме всего прочего, это, конечно, противовоспалительный эффект и эффект пожалуй все. За поздравления благодаря от вас, Александр. Спасибо. Нам тоже очень приятно, что вам понравилось. Через сколько времени после приема брагумина можно кушать. Я рекомендовал бы минут через 10 после приема брагумина уже что-то есть. Для очистки организма какие продукты есть? Ну смотрите, давайте, наверное, я начну отвечать на этот вопрос, Александр потом меня поддержит. Дело в том, что смотря, что вы хотите, какой эффект. Есть травяные сборы Detox Evening, Detox Morning. Они для такого комплексного именно детокса организма применяются. Есть мочегонный сбор диуретик. Есть в коктейлях Wellness содержатся пищевые волокна, пребиотики и вообще всякие другие полезные вещества для очистки желудочно-кишечного тракта, который, в принципе, тоже имеет такой, ну, посредственный детокс-эффект. Просто смотря, что вам нужно, да, вам нужно какое-то конкретное направленное действие или общая очистка. Нечего добавить, все абсолютно верно. Причем Полина сделала самое главное сейчас, она показала, что есть направления детокса, которые действительно разные, цели детокса разные и реализация вариантов детокса тоже будет разной. Потому что если мы сейчас опять вернемся к тому, что у нас детокс-молнин и детокс-эффект, что у нас, что это за пищевые конки, которые формируются при помощи наших пребиотических или компонентов или пищевых волокон, у нас мы потратим на это много времени, но это самое обидное, то что мы на это время уже много потратим. Да, вот девушка пишет, что общий детокс, но общий детокс, тогда сборы покупайте, детокс-эффект, детокс-молнин, они хорошо работают в дуэте и обеспечивают такое общее очищение. Они, в принципе, для этого и предназначены. Я только, если что, немножко боюсь понять общий детокс. Сейчас объясню, почему, потому что это обычно некое решение человека, самостоятельное решение человека. Решение не все должно приниматься самостоятельно, лучше все-таки с кем-то посоветоваться. Потому что может получиться, что человек решит заниматься общим детоксом, а ему надо будет что-нибудь лечить вместое, какую-нибудь простую, и решаемую проблему. Ему кажется, что надо заниматься детоксом. Ну, еще очень важно, да, я тоже добавлю, наверное, от себя, чтобы при этом у вас было балансированное питание. Потому что если у вас будет недостаток калорий или недостаток каких-то полезных веществ, детокс на пользу организма не пойдет. Он может навредить наоборот. Более того, например, элементарно при избыточном весе и при очевидном переборе избытки в течение дня неких компонентов, ну, это бывает, у нас мало людей с хорошо сбалансированной диетой, элементарно пищевой диетой. Если при этом заниматься детоксом, то, во-первых, это бессмысленное занятие, а во-вторых, это некая иллюзия, скажем так, попыток решения. Можете представить, печень ожиревшая, есть достаточно много подкожного жира, есть перебор, очевидный перебор, например, жирных кислот или липопротеидов в крови, человек при этом устраивает себе детокс. Причем детокс направленный, естественно, первую очередь на, ну, например, с неким слабительным эффектом. Там не слабительным эффектом надо думать, надо думать о глубинном подходе в регуляции обмена жира. Так, спасибо большое, Александр, за разведный ответ. Мы не хотели вас напугать. Вы пишете, что давали ребенку по полной порции омеги в 11 лет. Опасно ли это? Нет, это не опасно. Омега максимально щадящий продукт, в котором, в общем-то, ничего опасного нет. Но просто на будущее снизьте дозировку и все. Ничего страшного, не переживайте. Можно ли взбивать секреты Востока водой с прогумином? Вы знаете, я не стал бы этого делать, просто потому, что, понимаете, устраивать все. Это чистый эксперимент, и я не вижу смысла, что самое главное. Секреты Востока сами по себе отделены от всего, чего бы то ни было, кроме запивания водой. Это настолько интересный, настолько комплексный, настолько сложный продукт, что если к нему перемешивать сейчас еще запивание водой с прогумином, я сейчас не знаю, что из этого получится. Можно ли велнес беременным? Смотрите, велнес-коктейли, велнес-супы, велнес-батончики мы не запрещаем. Можно, но только после консультации с вашим лечащим врачом на предмет индивидуальной непереносимости компонентов. Так, в принципе, да, можно. Это первое. Дополняю, Полиночка, кроме индивидуальной непереносимости компонентов, есть еще и дозы витаминов, которые являются принципиальными для рациона беременной и кормящей. Поэтому с этим, пожалуйста, только после консультации с врачом. Прогумин и пихтовиду можно одновременно пить утром. Без проблем. Да, прогумин, вы правы, нельзя беременным и кормящим. Абсолютно верно. Александр, вам привет из Санкт-Петербурга. Патологоанатомы у нас рулят. Здорово. Мы рады. Питеру тоже привет. Так, я вижу вроде бы еще один вопросик у нас с вами. Прогумин это БАД? Нет, мы уже говорили о том, что БАДов у нас нет. Нас только пищевые добавки, которые дополняют ваш рацион. Ну вот, являются, грубо говоря, его продолжением. Так, ребенку... А, вот это, видимо, про Омегу. Продолжение уже 14 лет, я так понимаю, можно оставить полную порцию или снизить, я давала весной и осенью. Доставляйте полную уже, с 14 лет Омегу можно. Так, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Еще раз всех с наступающим. Восьмое марта спасибо за вашу активность. Вы прям огромные молодцы. Это здорово, что вам интересно узнавать о наших продуктах. Мы очень рады с Александром с вами делиться. И такой небольшой анонс в конце эфира. В марте мы с вами будем видеться каждую пятницу. У нас много новинок, мы обо всех хотим вам рассказать. Вот. И, соответственно, до встречи через неделю. И тогда перед тем, как Полина таки нажмет, таки на кнопку выкал, я сейчас одно имя назову. Вот. В связи с 8 марта. Я его назову. Не будем ставить Викторина или Лен, я его все-таки назову. Звали ее Алиенора Аквитанская. Такая была женщина. Но главное, что она сделала, она все-таки родила Ричарда Львиное сердце. Я очень люблю этот персонаж. Я веду Алиенора. Спасник.